Давайте-ка проведем тест. Call of Duty, Assassin's Creed, Roblox. Какая из этих игр мертва? Правильно, все они мертвы. По сравнению с Тетрисом. Тетрису уже 37 лет, и он до сих пор издается, и до сих пор он супер популярен. А у меня в 29 глазах темнеет, когда я с дивана встаю. Тетрис прошел проверку временем, и той же Марио Бросс, который является неоспоримым шедевром, сейчас скорее предпочтут еще более шедевральную Марио Одиссею. Но Тетрис, как и был, так и остается верен самому себе. 7 фигур и 1-2D пространство. И даже сейчас проводятся мировые чемпионаты по нему, которые смотрят миллионы человеков. Как он ее развернул настолько быстро, настолько вовремя, что он нас недоумевает, он говорит, блин. Тетрисом легко наслаждаться как тогда, так и сейчас. Его геймплей прост, красивозен и очень интексивен. Когда в 1984-м создатель Тетриса Алексей Пожитнов показал его своим товарищам, вся их работа вскоре встала, потому что целое здание Академии наук рубилось в Тетрис. Но позже он был там ликвидирован. Чтобы все начали снова работать. А не то Советский Союз мог бы развалиться и раньше. Хотя Тетрис и не вел счет. И он был даже без цвета. Прям как жизнь. Он появился в каждой точке нерезиновой, где была пекарня. А потом Тетрис решили показать всему забугорью, добавив игре красок и фичу подсчета очков. Потому что толерантность. Первые пробные копии Тетриса разлетелись как горячие пирожки. Но вот что произошло потом. Я капиталист из Европы. Можно мне продавать Тетрис в Европе? Да, можно продавать Тетрис в Европе. Но раз можно, так можно. Только я буду забирать все деньги. В итоге создатели не получали ни копейки за свою игру. Хотя это несправедливо, конечно. Вы сами понимаете. Ведь авторов контента обязательно нужно поддерживать. И хорошо, что сейчас это очень легко делается. Например, через такой сервис как Бусти. К которому у меня теперь тоже есть аккаунт. На этой онлайн площадке ты можешь поддержать любимого автора рублем. Взамен на различные плюшки. И на каждом уровне подписки этих самых плюшек становится все больше и больше. Например, у меня на первом уровне тебе откроется доступ к постам. С тизерами к новым роликам. А также к секретной информации про то, что происходит за кулисами моего канала. И это будет доступно только на Бусти. А на втором уровне, помимо эксклюзивных постов, ты получишь упоминание своего имени в титрах каждого нового ролика. А еще я добавлю тебя в друзья в стиме. И кстати, помимо подписки, тут доступны и разовые донаты в поддержку автора. Также очень круто, что Бусти есть и на русском, и на английском языке. В отличие от того же Патреона, который полностью на инглише. И да, я одно время пользовался спонсорством на ютубе. Да, но вы знаете, какую ютуб берет комиссию? 30%. А на Бусти она всего 7%. То есть все это делает Бусти одним из самых лучших инструментов для монетизации своего творчества. В общем, это реальная возможность поддержать любимого автора и получить крутой контент в придачу. Стоит попробовать, переходите, подписывайтесь. Все ссылки я оставил в описании. Но в конце концов, все права на Тетрис вернулись к Алексею, который переехал в Ассашай. И тут пошло-поехало. Для Тетриса наступило самое лучшее время. И хотя некоторые говорили, что советский продукт никогда не взлетит на Западе, именно этот с названием на Кириллиса и с Кремлем на заднем плане зашел лучше всего, потому что все хотели вкусить запретный плод коммунизма. На сегодня Тетрис был выпущен на 65 устройствах. То есть он был везде. Даже на виртуал-бое, библиотека игр которого выглядит вот так. Он вышел даже на гребаном iPod. И из-за своей простоты Тетрис используется как пробное задание для начинающих программеров. В связи с чем было релизнуто много Тетрис игр. И я имею в виду очень много. Например, вот игра под названием Змеелов. Если тебе вдруг хочется поиграть в змейку и в Тетрис, но ты не можешь выбрать между ними. Или же Битрис, где сначала на тебя орет пчела, а потом пялится на тебя всю игру. А Тетрис это соты. Вообще, мне кажется, что некоторые Тетрис игры придумывали вот так. Чувак, а ты раньше не думал, что Тетрис это как шляпы, которые падают на головы? Блин, точно. Мы должны сделать такую игру. Точняк. Йоу, чувак, а почему твое лицо похоже на Тетрис? А почему твое лицо похоже на Тетрис? Нужно сделать такую игру, где лиса как Тетрис. Блин, в натуре. Чувак, а ты раньше не думал, что Тетрис это как шляпы? Мы же уже это придумали. Мы должны сделать такую игру. Определенно. А что если в Тетрисе будут разноцветные мухи и они крутятся? Ну да, это же мухи. Они такие. А потом там падает пушка и она убивает этих всех мух. А еще там должна быть магия, рыбы и гантели. Чего, бля? Мы должны сделать игру про шляпы. По-любому. Но конечно же не обошлось и без хороших клонов. Такого, как Горбис Пайплайн, например. Труба Горбачева. Где нужно сделать трубу с помощью Тетриса. Надо было назвать эту игру Невстрис. Или, например, вот такой клон, где нужно строить крепость, которую потихоньку разрушают. Или же Ветрик, симулятор создания гор. Надо стараться, чтобы вода не вытекла. Но это игра 97-го года, так что с тех пор много воды утекло. А еще, думаю, некоторые до сих пор помнят Стака Так на Сименсе, где ты рабочим перемещаешь эти самые кубики. А современная игра под названием Люминус просто шедевральна. Извините. Всем советую. Ну и конечно же китайский Брик Гейм, который был у всех в детстве. Я помню, что там помимо Тетриса были еще танчики и гоночки. Вот это ультимативная игровая машина, а не то, что эти ваши свитчи, блин. Ничего лишнего, только трушный геймплей. Тетрис это больше, чем игра. Было доказано, что он улучшает работу мозга, продуктивность и критическое мышление. Поэтому игроки в Тетрис никогда не делают ставки на спорт. Однако сам Тетрис очень адиктивен. И даже кто-то пошутил, что Тетрис это новое оружие русских, сделанное для того, чтобы продуктивность всех владельцев ПК в Америке упала до нуля. Нас раскрыли. Какая-то игра великая. Бессмертно все та же, в оригинальном виде. Тетрис, Ятрис, Мытрис, товарищи. Чего? Идею этого видео мне преподнес Тетрис 99, где ты играешь против 99 игроков. И пусть это нечестный ход со стороны Нинтендо, ведь соревновательная составляющая всегда добавляет аддиктивности к геймплею. Но теперь это Тетрис, который разрывает голову на части. А если ты хочешь поиграть в обычный Тетрис, то выкладывай еще 800 рублей. Дружочек, нехрен было Тетрис с капиталистом продавать. Ваньку вам встаньку. Нажми на подписку и колокольчик. И все уведомления. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok